Многие люди наши заблуждаются, они считают, что раз зарплаты поднялись, там сразу инфляция все съест. На самом деле она съедает, действительно это происходит в авторитарной системе, когда нет конкуренции, когда монополию они просто сами механически поднимают. Мы должны создать конкуренцию, инфляции не может быть. Почему? Потому что если наши деньги обеспечены, значит они обеспечены эмитсу, валютой, а у нас такие возможности есть, мы экспортируем значительный объем сырьевых даже товаров, продукции, на экспорт и получаем евро и доллары, значит мы за эти деньги можем приобрести эти товары, которые мы в стране не производим, а мы практически ничего не производим. Так вот, инфляция не может съесться, если вы больше будете зарабатывать денег, просто будет больше импорта. Эти товары будут обеспечены. Инфляция возникает тогда, когда товара не хватает, цены на него повышаются, и тогда происходит рост цен. А если товара много, конкуренты, более того, когда люди будут больше зарабатывать, больше импорта будет, то, что пока мы не производим, это импорт обеспечен твердой валютой, экспортными поступлениями. У нас цены могут только упасть. Понимаете? Они, потому что мы все привозим в основном из-за рубежа, под него у нас есть валюта и будет валюта, значит, почему должны цены падать, в смысле, расти? Они растут только тогда, когда узкая группа монополистов захватывает рынок, и они сами поднимают цены. Смотрите, базары в их руках, торговые центры в их руках, банки в их руках, экспорт сырьевой в их руках. У вас ничего нет, и поэтому, когда эта монополия семейная, ну, султан Назарбаев и его окружение поднимает цены, вы ничего не можете сделать, потому что других они на этот бизнес не пускают. Вот почему у нас формируется, по сути дела, инфляция. Мы это устраним. Мы разрушим все монополии, откроем рынок, и все смогут свободно заниматься бизнесом. Вот тогда никакой инфляции такой серьезной не будет.